Сердечно приветствуем вас на Каты Хау, студия Ван Хайн. Уважаемые дамы и господа, что бы вы сделали, если бы до зубов вооруженный и опасный преступник напал на ваших соседей, убил их, забрал их имущество, а потом еще и остался там жить? Точно! Вы бы тотчас же обратились за помощью в полицию. Такой крик о помощи в связи с ситуацией в Украине уже прозвучал в форме русской интернет-петиции к Совету Безопасности ООН. Однако это более чем сомнительно, будет ли он там услышан. Поскольку если сравнить совместные действия правительства США, НАТО и ООН с вышеназванными тяжкими преступлениями, то становится ясно следующее. Более 18,5 биллиона долларов государственного долга США кричат о компенсации золотом, нефтью, газом и другими ценностями, богатых природными ресурсами стран Африки, Ближнего Востока, Азии, а также и Европы. Превосходящее в несколько раз наличие природного газа в России наверняка будет алчность с американской стороны. Военные расходы США, составляющие по оценке Стокгольмского института по расследованию проблем мира 640 миллиардов долларов, почти столько же, как во всех остальных странах вместе взятых, вызывают опасения в отношении того, каким путем намереваются США их погашать. Показатели отчета, включающего в себя 6 стран, подвешившиеся бомбардировке, 8 свергнутых правительств и минимум 2 убитых глав государств, уже свидетельствуют о том, что минимум 2 президента США, Барак Обама и его предшественник Джордж Буш, не делают тайны из того, что они понимают под демократизацией в мире. Тот факт, что стратегия строителей всемирной диктатуры, действующих преимущественно через правительство США, направлена также и против американского народа, подтверждается в первую очередь строительством США, схожих с концлагерями, лагерей для интернированных лиц и производством миллионов пластиковых гробов. А продвижение гигантского количества транспорта, принадлежащего военному имуществу США и их союзникам по НАТО по направлению к российской границе, наводит на мысль, что и Украина является всего лишь небольшим возбудителем аппетита и неутолимой жажды власти для элиты, стремящейся к мировому господству. Принятый американским конгрессом Russian Aggression Prevention Act, закон о профилактике агрессии России 2014, уже сегодня дает понять, что будет написано в будущих книгах по истории. Он описывает план освобождения западного мира от русского агрессора. Но что могло бы послужить поводом для агрессии России? Народ России и его экономика уже более 10 лет переживают небывалое до того времени процветание с удивительно низкой государственной задолженностью и надежным, независимым энергоснабжением. Поэтому России не нужно было в последние десятилетия бомбардировать ни одной из стран мира, свергать правительство, убивать глав государств или даже угрожать какой-либо стране. Но самое главное, что произойдет, если всем санкциям и провокациям вопреки Россия не нанесет желаемый США первый военный удар? Снова будет проводиться операция под фальшивым флагом, то есть нападение по собственной инициативе, которая потом будет повешена на Россию, при этом задачей СМИ будет поднять боевой клич и ввести все народы мира во всеразрушающую Третью мировую войну. Тем самым, опять же, реальностью стал бы высеченный на камне более 30 лет назад замысел о сокращении численности населения Земли до 500 миллионов человек. Об этом можно прочитать на скрижалях Джорджии, на шестиметровых камнях, на которых открыто провозглашается это видение на шести языках, как Высшее Западное. Всё это может стать реальностью, если только Вы, именно Вы, не рассмотрите все эти факты, не изучите последующие указанные медиа-комментарии и не разбудите всё Ваше окружение, чтобы оно последовало за Вами. Приложим же все наши силы, чтобы положить конец этому безответственному разжиганию войны. Мы желаем Вам хорошего вечера. Окажите достойное внимание актуальным мировым событиям со всей смелостью. Возможно, Вы можете что-то сделать ещё сегодня. Всего Вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok